Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. Последний день, последние ралли уходящей пятидневки. Полагаю то, что вы уже все настроились на настроение выходных дней и собираетесь их неплохо провести. Очень хочу, чтобы действительно все было именно так, но еще больше я хочу, чтобы сегодня мы закрыли неделю с более приемлемыми ценами по позициям черного золота. Потому что вроде бы как мы только успокоились о том, что нефть наконец-таки стала дружить с реальностью и с реальной фундаментальной картиной, и может быть с техникой, которая предполагала возможность коррекции, как тут же после достижения локального минимума, который был сфиксирован на отметке 47.38, последовало снова возобновление ралли, и Brent оказался выше 49 долларов за баррель. Если говорить про причины, вы знаете, я внимательно анализировал рынок, хотел найти стоящий фундамент, повод, чтобы оправдать то восходящее ралли, которое мы видели вчера. Но я не припомню даже за все время моих наблюдений за перспективами и текущими тенденциями этого актива, чтобы рынок ну никак не мог найти причину, чтобы оправдать это ралли, поскольку много источников было проанализировано, и действительно факторов поддержки как таковых не было. До этого напоминаю то, что если говорить в целом про вчерашний день, мы видели, как Brent в принципе снижался, мы увидели, как Brent претендовал даже на то, чтобы пробить сопротивление, точнее поддержку на отметке 47 долларов за баррель, и понимали, что для этого были все веские фундаментальные причины. Это осознание того, что ситуация, связанная с добычей в Нигерии и в Канаде, никак не сказалась на объемах предложения. У нас был еще своего рода такой инсайт, связанный с тем, что Kuwait может увеличить объем производства, доведя этот показатель до 4 миллионов баррелей в сутки к 2020 году с текущей отметки в 3 миллиона. У нас присутствует по-прежнему понимание того, что Иран буквально каждый день увеличивает производство, наращивает и стремится к планке уже 4,5 миллиона. То есть проблема, связанная с переизбытком, она далеко не решена. Плюс ко всему, в игру недавно вступил и сильный доллар. Даже текущие котировки, вчера мы видели консолидацию против японской иены, и вроде бы как эта валютная пара отражает реальную силу доллара. Мы все равно понимаем то, что сейчас американец находится на многонедельных хаях. И рост продолжается, потому что с каждым днем мы получаем дополнительный сигнал на то, что американская валюта нацеливается и уже вплотную подобралась к долгожданному решению, связанную с возможностью повышения процентных ставок. То есть июнь у нас уже не за горами, в частности 15 июня это сакральная дата, когда будут подведены итоги двухдневного заседания, и когда мы услышим, с какой ставкой мы, собственно, дальше будем иметь дело. Вернемся к ставке, когда переключимся непосредственно на пару долларов японской иены, но в целом я хочу сказать то, что рост долларов он очевиден, и рост на американскую валюту должен быть еще одним сигналом, который указывает на то, что бренд должен снижаться. Плюс ко всему, у нас есть еще и статистика по запасам нефти США. Да, незначительный прирост, чуть больше одного миллиона, но начинается все с малого, может быть на следующей неделе мы увидим более серьезную цифру, и тем самым получим еще один локальный фактор давления. И, безусловно, техника, которая была связана с тем, что трейдеры, подобравшись к отметке мощнейшего сопротивления 50, ну, перед выходными уж точно, наверное, захотят зафиксировать результаты этих затяжных длинных сделок. И вроде бы как она дала себе уже знать в рамках вчерашней торговой сессии, большей части вчерашней торговой сессии, позавчерашнего дня, когда мы увидели коррекцию. И логично было предположить, что по мере все-таки отбоя от уровня сопротивления и по мере развития коррекционной динамики, все больше трейдеров, которые находятся в длинных сделках, полагая, что коррекционный тренд может продолжиться и дальше, и нефть может оказаться ниже 45 долларов за баррель, также поспешили бы закрывать свои длинные сделки, и тем самым увеличив бы скорость этой обратной тяги. Но в общий раз этого мы, к сожалению, не наблюдали, поскольку быки снова взяли лидерство в свои лапы и вытащили актив выше 49 долларов за баррель. Может быть, это связано с тем, что не все верят в повышение процентной ставки и считают то, что рост американца ограничен, и это фактор, который не нужно использовать для того, чтобы оправдывать понижательную динамику нефти. Может быть, кто-то зацепился за сообщение Китая о том, что Поднебесная собирается навестировать больше 800 миллиардов долларов, практически 1 триллион долларов в различные инфраструктурные проекты, и если удивительно, конечно же, как они это будут делать, с учетом текущей ситуации в экономике. Но, по идее бы, конечно же, такие инвестиции должны требовать и соответствующие аппетиты, обеспечивать аппетиты на сырье. И, возможно, эта новость поддержала вчера покупатели актива. Но какой-то стоящей причины найти, а сейчас, я думаю, что будет не так уж и просто. Сегодня из отчетов, которые будут посвящены рынку нефти, это отчет в 20.00 по московскому времени от Бейкер Хаджес, который указывает нам на количество нефтяных платформ. Если взять за основу тренд прошлых недель, 8 недель, вероятность того, что количество боровых снова снизится, конечно же, высока. И, возможно, эта статистика станет причиной сохранения повышательной динамики. Но я сегодня больше делаю ставку на эффект пятницы, который предполагает все-таки у многих мандраж в переносе позиций на через выходные, и, соответственно, закрытие сделает. И, по идее, это может спровоцировать сегодня коррекцию, которую, будем надеяться, заведет актив снова в район 48 долларов за баррель. Вот хочу показать вам символичную игрушку, в частности, с логотипом Amarkets. Это баррель нефти. Вот сегодня я весь день буду заниматься тем, что качать нефть. И будем надеяться, что такие вот жесты добавят дополнительного предложения на рынок. И тем самым создадут еще один фактор распродаж и разгрузки, которые нам сейчас необходимы. Российская валюта 66,34 рубль пока держится. Но я думаю, что тот рост, который мы в целом наблюдали в рамках вчерашнего дня с минимальных значений по нефти, он еще не отражен до конца в курсе рубля. Поэтому логично ожидать, что сегодня мы увидим все-таки укрепление российской валюты против доллара. Но если я уже замахнулся на то, что до конца сегодняшнего дня мы можем увидеть коррекцию по нефти, значит, и говоря про пару доллар-рубль, сегодня в лучшем случае нас ожидает консолидация, я думаю, что в диапазоне нескольких десятков копеек. Ну, будем надеяться, что она не сильно приведет к улучшению настроения для рубля и сохранит пара вот эти ценовые значения, ну, как минимум выше 66, потому что с этих рубежей будет проще подбираться и подниматься к сопротивлению 67 и двигать дальше. Пока я не отказываюсь от идеи, связанной с возможностью девальвации рубля, я думаю, что те, кто верит в ослабление нефти, также разделяют точно такую же позицию. Далее, европейская валюта против доллара. Актуальные котировки 1.12.12. Здесь также мы видим проторговку рядом с уровнем 1.12, но прекрасно понимаем то, что потенциал для коррекции по-прежнему существенный. В частности, на этой неделе мы получили уйму факторов, указывающих на то, что евро продолжает оставаться одним из аутсайдеров рынка Форекс. Это действительно так. Самые важные акценты, которые сейчас нужно делать, это крайне низкие значения по инфляции. О них мы уже говорили. Минус 0,2% уже второй месяц подряд. И месячный показатель, что может быть даже еще более важно, сейчас находится на нулевой территории, учитывая то, что в прошлом месяце мы видели показатель роста на 1.1 или 1.2, если быть точным. То, что сейчас месячные показатели буквально в одном шаге от отрицательных значений, это еще один тревожный звонок, указывающий на то, что потребительская активность и дальше продолжает снижаться, создавая для общего индикатора инфляции дополнительную нагрузку. И самое важное, то, что мы сейчас констатируем низкие значения по индексу потребительских цен, даже тогда, когда цены на нефть бьют многомесячные рекорды по максимуму. Это вообще парадокс. Поэтому, если спустя месяц, когда мы вернемся к новым окончательным данным по индексу потребительских цен, мы будем по-прежнему констатировать отрицательные значения и прежние риски дефляции, очень много вопросов будет в отношении Европейского Центрального Банка. Относительно того, что же будет дальше отвечать на эти вопросы, придется Марио Драги, который, в принципе, уже с большой долей вероятности приготовил речь, связанную с тем, что в арсенале Европейского Центрального Банка куча инструментов, которые еще не задействованы, которые могут быть приняты в формате фактических решений, чтобы решить проблему с низкой инфляцией, поддержать потребительскую активность и, соответственно, экономический рост. В любом случае, все эти заявления, все эти намеки – это новые меры экономического стимулирования. Сейчас одного только ожидания может быть вполне достаточно, чтобы поспособствовать дальнейшему снижению европейского валюты против доллара к следующей поддержке, которая в качестве нашей цели отмечется на отметке и уровне 1.10. И ЦБ – это только одна страна медали, потому что на другой стороне у нас ФРС, как конкурент евроамериканская валюта. И мы знаем то, что после последних протоколов у нас серьезнейший сигнал, надеяться и полагать, что в ближайшее время мы дождемся тех самых важных и долгожданных решений по ужесточению монетарной политики. Поэтому контраст монетарных режимов – это идея номер один, номер два и номер три, которая создает возможности для ослабления евро. Сегодня, в частности, если уж мы говорили про инфляцию, в 9.00, то есть 40 минут назад вышел отчет по индексу цен производителей. Если у вас была возможность посмотреть за этим индикатором, молодцы, потому что мы увидели очередное снижение до минуса 3,1% в годовом выражении. Индекс цен производителей, напоминаю, это компонент общего показателя по инфляции, то есть прошлые значения по индексу потребительских цен в Германии, которые оказались на минимальном уровне с 2015 года, они были неспроста. И текущий индекс цен производителей указывает на то, что риски сохраняются. Собственно, так же, как и должны сохраняться наши ожидания, того, что РЦБ все-таки вмешается в игру и даст рынку то, что рынок хочет услушать. Это, возможно, еще одно снижение процентной ставки, либо намеки на последующее решение программы АКЮ, если в этом будет необходимости. Далее идем. Фунт против доллара. Британская валюта является сейчас лидером рынка по росту, ну, может быть, и более динамичной сейчас нефть, уже постфактум, можно сказать. Фунт растет, игнорируя все предпосылки для слабости. Локальный хай вчерашнего дня 1,4662. И, честно говоря, если опять поставить цель разобраться в фундаменте, можно сослаться на протоколы ФРС, которые дали причину и основание для роста доллара. При этом фунт плевать хотел на эти основания и, напротив, рост активнее, чем американская валюта. Вчера еще вышли данные по, соответственно, роничным продажам. В частности, они выросли до 1,3% в месячном вложении против прошлого спада на минус 0,5% в годовом 4,3%. Вопреки ожиданиям, потому что мы логично полагали, что неопределенность в преддверии Брекзита должна была сказаться на активности потребителей, уж тем более заставить отложить покупки и приобретение товаров длительного пользования. Но цифры говорят о ином потребительской активности выросла. Я не очень-то хочу верить этой статистике, но все-таки хороший отчет, которого мы по Британии не видели давно. И, возможно, он также сыграл свою роль в улучшении рыночных настроений в отношении фунта и тем самым поспособствовал, соответственно, восходящей динамике. Но я полагаю, что даже больше резонанс сейчас на фунт продолжают оказывать результаты прошлого общественного опроса по поводу того, какой сценарий, собственно, жители Англии рассматривают в качестве наиболее вероятного по Бреслу. То есть за что они отдадут свой гол? За сохранение членства, либо за выход из ЕС? И вы знаете то, что 55% отдали, высказались в пользу того, что лучше и целесообразнее остаться все-таки в рамках Европейского Союза. Может быть, рынок едет еще и на этих новостях. Но это результаты общественного настроения. Они очень быстро могут измениться. И, как я уже отмечал днем ранее, точно такой же ралли, которое мы наблюдали по фунту в плане роста, может быть уже и со знаком минуса, когда фунт будет терять драгоценные пункты. Поэтому возвращаю вас к идее того, что фунт остается одним из, а может быть даже и единственным рисковым инструментом, который еще ни граммы не отреагировал на рост американской валюты. Возможно, мы имеем дело с отложенной реакцией, которая даст о себе знать, но чуть позже. Если это произойдет, фунту придется слабеть, даже невзирая на, даже помимо той неопределенности, которая присутствует в отношении Брекзита, но еще и, соответственно, из-за силы доллара, который продолжает расти и показывать всему рынку свои лидерские качества. Поэтому по фунту я по-прежнему разделяю позицию, то, что эта валютная пара против доллара должна котироваться ниже отметки 1.45, и как можно ближе к уровню 1.40. Сейчас котировки 1.4605. Доллар японская иена 110.22, выше 110, но в целом уверен, что мы сегодня снова сможем протестировать и поддержку 110. Консолидация продолжится, потому что трейдеры очень высоко забрались за последние несколько дней и, опять же, перед выходными, к концу сегодняшнего дня, мы можем увидеть через фиксацию профитов локальный откат. Поэтому сегодня настраивать на какой-то рост я вас не буду, но позиционно американская валюта сохраняет потенциал для реализации дальнейшей повышательной динамики. Это хорошие данные по инфляции, это жесткие комментарии среди представителей ФРС по поводу голосования предстоящего июньского, где уже многие готовы отдать свой голос за ужесточение монетарной политики. В частности, у нас до этого был Вильямс, у нас до этого был Розенген, Локард, вчера Лейкер, который отметил возможность даже четырех повышения процентных стартов. Ну, четыре, это, конечно же, круто, почему не десять? Но, в любом случае, Лейкер, его позиция также имеет влияние на рынок. Для нас это, как представитель и чиновник ФРС, еще один сигнал того, что оппозиция сейчас склоняется в пользу все-таки нормализации денежных кредитных политики. И, да, для, вот хочу прям цитаты, «роничные продажи подтвердили ожидание сильного роста ВВП». То есть, рост продолжится и дальше, и американская экономика, и скептики сейчас получили все сигналы того, что вот это решение может произойти по повышению ставок гораздо раньше, чем предполагалось. Все будет зависеть от статистики. Статистика сейчас очень хорошая, в частности, вчера еще вышли заявки на пособие по безработице. 278 тысяч заявок против прошлого, 294 тысячи. Хороший отчет, который настраивает нас на… Не менее хорошие данные постепенно настраивает Non-Farm Parals, который у нас уже через две недели. На следующей неделе у нас заказан товар длительного пользования и ВВП по США. От этих отчетов я жду дополнительного позитива и полагаю, что после того, как выйдет эта статистика, у нас вероятность повышения процентной ставки поедет с текущих 37%, может быть, до 40%, 42%, а то и даже до 45%. И тем более, что до середины июня у нас еще много времени. Уверен, за этот промежуток времени мы услышим еще достаточно высказываний со стороны голосующих членов ФРС и получим много статистики. Поэтому по доллару японской иены я продолжаю делать ставку на рост. И вслед за наши ближайшие цели, которые уже позади, 110, можно уже замахиваться на отметку 112 иен против доллара. Из других валютных пар, USDCAD, актуальные котировки сейчас 1.3084, то есть наша цель также уже позади, 1.30 мы с вами пробили. Как я отметил, следующим ориентиром является 1.32. И пока канадская валюта игнорирует рост цен на нефти и в целом сейчас больше дисконтирует для себя риски, связанные с ростом доллара, давайте пользоваться им этой ситуацией. Если USDCAD так уверенно идет вверх, тогда стремимся к нашей цели 1.32. Австралийца против доллара 0.72.38. Здесь также сила американской валюты является определяющей, тем более, что у нас есть еще крайне низкие значения по инфляции и слабость рынка труда, которые, возможно, подготовят нас к еще одному снижению процентной ставки, которое мы можем услышать уже в июне месяце. 0.70 наша ближайшая цель, как и ранее. Новозеландец против доллара 0.67.63. Идем на 0.65. И здесь, в принципе, и коллекционная связь с австралийским долларом, и слабость Китая, да и, собственно, рисков, связанных с национальной экономикой, даже еще больше, чем по Австралии. И тем более, что по новозеландскому доллару и новозеландской экономике мы уже давно ждем снижения процентной ставки, но пока что-то резервный банк никак не решается на эту меру. И доллар-франк 0.99.05. Уважаемые друзья, до паритета остается совсем чуть-чуть. Как только доллар получит неплохой дополнительный импульс, это может быть либо заявление чиновников РС, либо важный отчет. К примеру, в следующей неделе ВВП и заказан товар длительного пользования. Значит, USDC-VC уж точно на этом росте доллара и восходящем ралли сможет добраться до паритета. А вы сможете зафиксировать на этих значениях свои профиты. Собственно, на этом все. Давайте в целом пробежимся по ключевым событиям сегодняшнего дня. Это в 15.30 отчет по инфляции в Канаде. Я считаю то, что есть риски и основания увидеть снижение этого индикатора, что в целом может создать интерес к заседанию Банка Канады, который состоится на следующей неделе, где будет пересматривать ставку. Может быть, мы получим сигнал того, что канадский регулятор склоняется в сторону более мягкого. Такого подтекста, который в перспективе, может быть, ближайшего квартала, в случае снижения цены на нефть, сможет вывести нас на еще одно снижение ставки. И тем самым USDCAD еще более динамично продемонстрирует ралли. И в 20.00 отчет от Бекер Хаджеса по количеству нефтяных платформ и терминалов. Но, как я уже сказал, лично я продолжаю качать нефть и надеемся на то, что до конца сегодняшнего дня этот актив скорректируется. Большое спасибо за внимание. В качестве бонуса напоминаю, что периодически я буду прибегать к этой практике. Ну, не так часто, как это делал раньше. Но для тех, кто, особенно в прямом эфире и кто смотрит записи, это поддержка для депозитов в виде бонусов на пополнение. Сегодня величина бонуса. Это 16%. Кодовое слово, которое нужно будет произнести вашему персональному менеджеру. Баррель. И самое интересное то, что бонус пятницы действует, как и прочие, до следующего брифинга. Но следующий брифинг, вы знаете, у нас состоится только в понедельник. Поэтому у вас есть практически три полноценные сессии. Торговых, правда, только одна. Чтобы принять решение о повышении покупательской способности вашего депозита. Большое спасибо за внимание. Хорошего вам окончания недели и замечательных выходных. Ну, а в понедельник увидимся с вами на брифинге и на вебинаре, который традиционно состоится в 16.30 по московскому времени. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok